добрый день здравствуйте всем всего самого наилучшего это первый ролик за такое вот знаете наверное большое время который снят без веб-камеры без всего прочего посмотрим сколько просмотров наберет вот он и я буду уже из всего этого делать какие-то возможно свои выводы а сегодня у нас аризона дайджест без воды без всех вот их вот прочих вещей давайте просто сразу же мгновенно перейдем к этим всем вещам и обслужу пару новостей которые лично я считаю самыми такими вот теми которые нужно обсудить на аризона мобайл то что вообще вот в скором времени уже будет то что повлияет на игровой процесс на игровые механики и на все прочее возможно rg механики там торренты репаки кряки ну сами понимаете доработанное меню действий для мобильного клиента аризона роли play и давайте посмотрим что вообще тут такое есть из чего все это давайте вот посмотри с чего все вообще это состоит то есть игровое меню действий такое я уже видел на black rush и по моему ты нажимаешь и там такое знаете кольцо действий открывается тут навигатор телефон награды анимации инвентарь меню персонажи квесты имущество единственное что вот настолько яро красными ну типа вот все вот эти вот иконки делать без вкраплений чего-то такого знаете белого как допустим на иконке с наградами я бы вот по крайней мере не стал потому что но выглядит это все немного не читаемо иконки они же для чего сделаны для того чтобы ты вот там не читая что написано по типу телефон награды анимации все прочее чтобы ты сразу мог там посмотреть на иконку и примерно понять к чему она соотносится для чего она нужна и так далее как мне кажется опять таки есть некоторое такое большое пустое пространство которое было бы неплохо для чего нибудь занять потому что и иконка и навеи вообще сама надпись она занимает очень мало места в отличие от вот то есть можно как-то более полезно все это занять как лично мне кажется допустим вот шрифт на телефоне увеличить хотя разные шрифты это наверно тоже не особо хорошо справа у нас магазин он зеленый и там у нас еще есть помощь хорошо что магазин он выделяется и то что вообще тут сразу понятно что можно задонатить зайти там вот это вот все сделать интересно если в комментариях люди которые уже раскритиковали весь тот дизайн и сказали мол то что вот все такое вот оно есть сейчас аризона rp и вообще все мобильные проекты они стараются как-то немного так знаете соответствовать тенденциям которые задает блэк раша то есть есть допустим нас какой-нибудь в нашем реальном мире есть apple который делает какие-то вот свои нововведения и вся за ними пытаются повторить то есть было крашу в данный момент по их вот этим вот всем темпом роста по их вот этим вот сервером ютуберам по всему прочему это знаете ли похоже на монополию вот как допустим она есть у apple на какие-то новые разработки на какие-то новые вот эти вот все вещи то есть то что делает блэк раша за ней сразу же пытаются все это повторить и сейчас разумеется повторили вот это вот аризона мобайл но все это выглядит по-своему то есть нельзя сказать что как-то там я не знаю вот это хуже или это не хуже и так далее то есть в целом на блэк раше все это выглядит попроще как лично я могу помнить но вот аризона сделала по-своему она молодец как это все будет выглядеть в игре как все это будет нажиматься как со всеми этими вещами вообще будут взаимодействовать другие люди другие игроки и так далее на это еще все надо будет посмотреть и сейчас я сказать ничего не могу в целом выглядит красиво хорошо классно странно что в комментариях еще не какая там знаете вот это вот вся дизайн-студия не раскритиковала все вот эти вот их дизайнерские решения методы и так далее потому что у меня кажется что прям вот можно много всего покритиковать там типа и шрифт у вас выбран странный и много пустого места которые непонятно для чего то есть зачем вообще вот эти вот знаете ли прямоугольнички со скругленными краями почему нельзя сразу сделать вот эти вот маленькие красные иконочки и все то есть просто их увеличить от максимально и чтобы все это было ну как то я не знаю может быть разработчикам и тем кто рисует все вот эти вот интерфейсы и делает все вот это вот прочее возможно им виднее и они сделали как могли они сделали как лучше в целом это уже мои придирки потому что она выглядит хорошо она я думаю будет работать и она я думаю будет помогать многим людям это не будет как какой-то такой знаете вот я не знаю рудимент который абсолютно точно никому не нужно никто вообще всем этим не пользуется я надеюсь что такого на аризона роли плей со всеми вот этими вот их наработками доработками и всем что они сейчас добавляют на свои вот эти вот сервера проекты и так далее я надеюсь что у них не будет такого что они что-то добавили а этим всем не пользуются то есть это было бы на самом деле очень страшно и странно и зачем Чем вообще все это делать, не ясно. Однако давайте перейдем к следующей новости. Посмотрим, что вообще там нам представляют, предоставляют и вообще все прочее. Похоже, разработчики Arizona Roleplay уже тестят голосовой чат в мобильной версии клиента. Да, потому что в компьютерной версии клиента голосовой чат уже есть. Он работает у многих, правда. Есть некоторые конфликты, насколько я могу понимать, с XLR микрофонами, которые там подключены в звуковую карту. Но, по-моему, и это тоже все фиксится на Arizona RP, потому что это инновационный проект. Вообще в GTA Sampi и в GTA на телефоны и все прочее. И выглядит оно круто. Непонятно, как все это будет работать на телефоне. Будет ли это работать нормально, будет ли это работать плохо. В целом, надо уже давно, наверное, скачать мобильный вот этот вот весь клиент к себе на телефон. Потому что вот как там обновился дизайн интерфейс и все прочее, я удалил его и не устанавливал, не скачал. И я не знаю, что вообще там происходит со всей вот этой вот Arizona Mobile Roleplay. Давайте так. 55 лайков по данным видеороликам. И следующий такой вот дайджест я снимаю на мобильной версии Arizona Mobile Roleplay. А если я не снимаю на мобильной версии Arizona Mobile Roleplay, то я должен буду вам два таких видоса. Вот это вот все можете запомнить, заскринить, заскриншотить. И в целом, если я там как-то ошибусь, если я сделаю не то, что от меня вообще требовалось, не то, что от меня вообще ждали все остальные люди, то, разумеется, я изменюсь и сделаю два видеоролика вместо одного. Надеюсь, что мы друг друга поняли и каких-то недопониманий, каких-то вот этих вот всех прочих вещей, их, я надеюсь, не будет вообще больше никогда. Хотя, разумеется, они всегда будут. Они были, есть, будут и будут и будут. И два раза еще, возможно, будут. Поэтому будут, кстати, вот. И поэтому я думаю, что на этом все. Мы уже можем заканчивать. Кто мы? Я могу уже заканчивать данный видеоролик, посвященный дайджестам с Аризона Мобайл Рули Плей и со всех прочих вот этих вот вещей. Поэтому Аризона Рули Плей Феникс IP, а также мой никнейм Данте Коннор, а также мой промокод Notoxic54. Вся эта и другая дополнительная информация находится в описании данного видеоролика. Также хотелось бы напомнить, что у Аризона Рули Плей есть проект в GTA 5. И еще, если у вас, допустим, нету компьютера, то Аризона Рули Плей есть на ваш мобильный Android смартфон. Вы можете зайти, поиграть и вообще узнать, что там есть нового во всей этой Аризоны РП, даже не имея компьютера. Вся информация по поводу всех проектов Аризоны РП, она будет находиться в описании данного видеоролика. Вы можете туда зайти, там со всем этим ознакомиться, там со всем этим познакомиться. Возможно пригласить Аризону РП в кафе или в ресторан. Я не знаю, кто там как что может, но кто-то, наверное, что-то да все-таки может на все вот это вот Аризона Рули Плей Мобайл GTA Samp сделать. Всем спасибо за просмотр, всем пока и всем, разумеется, до свидания на Аризона Рули Плей Феникс. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok